Укрепление российско-китайских отношений, разворот государственных приоритетов на Восток, открытие новых перспектив развития прежде всего в бизнес-сфере – все это привело к значительному росту изучения китайского языка в России. В 2023 году число пользователей сервиса по изучению языка дружественной страны увеличилось аж на 75%. А с 2019 года Министерство образования даже добавило его в программу ЕГЭ. За последний год деловые отношения между Россией и Китаем значительно укрепились. Увеличился товарооборот, а культурные связи стали прочнее. Из-за этого спрос на специалистов, владеющих китайским языком, значительно вырос. Как известно, спрос рождает предложения. Тысячи россиян решили не упустить время возможностей и ринулись изучать совсем непростой, но очень перспективный китайский язык. Мы решили поинтересоваться у тверичан, как они относятся к изучению необычного многотонального языка. Конечно, нужно изучать сейчас английский, но я думаю, китайский еще нужно изучать. Страна такая достаточно дружественная по отношению к нам, и я думаю, язык будет актуален в ближайшие несколько лет. Китайский сложнее изучать несколько раз, но я пытаюсь, стараюсь, да. Я могу сказать, что у меня что-то получается. Конечно, сложно. Там же каждый иероглиф вроде слова отдельно, но сложный язык, трудное изучение, как мы считаем. Сейчас торговля с Китаем в основном, у нас сотрудничество с Китаем, и для молодежи будет перспективно изучать данный язык. Китай, он же страна все-таки очень развитая, начинает вот так же машины, телефоны, компании большие. Многие хотят стремиться более к лучшей жизни и туда переезжают. А для этого нужно изучать язык. Очень интересный китайский язык, особенно хрен, хан, хан, хун. Все похоже на наше русское слово, на муку. Большинство тверичан склоняются к тому, что изучение китайского языка сейчас весьма перспективно. Невзирая на то, что в усвоении он сложнее, чем английский, он открывает больше возможностей. Сегодня в Твери уже семь учебных центров, специализирующихся на его изучении. По данным сервисов, предлагающих работу, китайский язык сейчас является вторым по востребованности языком.